Приветствую вас на телеканале М1. Я Мария Лопатой, вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главном на сегодня. Из-за войны России и Украины более 800 тысяч беженцев провели в Венгрии, кто короткий, кто более долгий срок. Об этом говорится в видеоролике пресс-секретаря правительства в социальной сети. Две матери и их дети рассказывают о том, каково было покинуть свой дом и получить помощь в Венгрии. Дети смогли принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Они присутствовали на церемонии награждения соревнований по серхуронному плаванию и видели, как сборная Украины стала чемпионом мира. Пресс-секретарь правительства подчеркнула, что не может быть другого ответа в войне, кроме мира. Мир — единственное решение. Европейские и тесно сотрудничающие с ними с венгерские левые силы угрожают безопасности европейского энергоснабжения. Об этом говорил Тамаш Дойч в связи с предложением исключить атомную энергию и природный газ из списка устойчивых источников энергии. Европарламент проводит голосование по этому предложению в среду. Евродепутат Атфидес заявил. Нападки левых партий на действующее ныне законодательство нарушат безопасность энергоснабжения Европы и сильно поднимут цены на энергоносители. По данным правозащитных организаций, 360 миллионов христиан живут под угрозами дискриминации или преследований. Об этом говорил Петер Сиярта в Лондоне. На конференции по свободе религий и убеждений министр иностранных дел заявил, что правительство по-прежнему считает своим долгом поддерживать христианские общины, тем самым способствуя обеспечению свободы в вероисповедании. По его словам, христианство в настоящее время является самой гонимой религией в мире. Три уборщицы стадиона Пушкаш-Арена украли футболку с автографом испанского футболиста Карлеса Пуйоля, бывшего капитана команды «Барселона». Спустя две недели они выставили футболку на продажу в интернете. Полицейские под видом покупателей устроили встречу с авторами объявления, которые вместо денег получили наручники. Майка была возвращена на место. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи.